Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день совпал с Днём памяти одного из самых любимых русских святых, подвижников последнего времени, преподобного Амбросия, Оптинского и Всероссийского Чуотворца. Каждый, кто когда-нибудь бывал в Оптиной пустыне и проезжал по дороге в Оптину за 10 километров, немножко, если посмотреть, оглянуться чуть-чуть назад, вправо, по ходу движения мог видеть величественный комплекс, а может быть, кто-то и заезжал в это замечательное место, Шамординский монастырь. Эта обитель была плодом деятельной любви старца Амбросия, потому что он был идейный вдохновитель строительства обители на этом месте, он был покровитель тех, кто собирался в этой обители, а собирались там люди бедные, и старец Амбросий специально устраивал это место, чтобы людей поддержать неимущих, потому что для того, чтобы особенно женщине поступить в монастырь в XIX веке, требовались значительные финансовые средства, чтобы себя содержать. И вот отец Амбросий взял на себя такую заботу за вот сирых, немощных, больных, и так сложилось, что Господь привел в этом месте ему закончить свой земной путь. И именно там, в этой обители святой, его и отпевали. Мне хотелось бы сегодня зачитать вам несколько слов, которые в день отпевания старца Амбросия сказал иеромонах Трифон Туркестанов. Трифон Туркестанов не случайный для нашего храма, он как бы свой, родной, потому что когда в 1904 году в прихожане храма нашлись благотворители, благодетели, которые храм отмыли, обновили иконостасы, сделали отопление, храм был холодный до 1904 года, просто холодный был храм. И вот нашлись добрые люди, которые вложили в него средства, которые сделали его теплым, и в ноябре 1904 года как раз владыка Трифон Туркестанов, векарий московской епархии, возглавлял торжества по обновлению, по освящению нашего храма. И вот еще будучи иеромонахом, будучи духовным чадом отца Амбросия, он произнес замечательные слова в день его погребения. «Можно засвидетельствовать, сказал тогда иеромонах Трифон, что отличительным качеством нашего дорогого старца была та добродетель, которая является свойством верных учеников Христа, без которой все остальные добродетели, как медь звенящая или кимвал брецающая, по словам апостола. Это христианская о Боге любовь. Не та пристрастная языческая любовь, любящая только любящих его и делающая добро только тем, которые почему-нибудь полезны или приятны для нее, но та любовь, которая во всех людях видит прежде всего образ и подобие Божие, и любит его, и плачет об его искажениях, если замечает их, и не гордым словом упреков встречает слабости и немощи человеческие, но все их несет на себе. Та любовь, которая душу свою кладет за ближних своих, выше которой, как засвидетельствовала Словом Божиим, ничего не может быть. Та любовь, которая заставила одного святого в молитвах с дерзновением взывать ко Господу. Господи, если я приобрел благодать пред Тобою, если я достиг Царства Небесного, то вели и братьям моим войти со мною, а без них и я не пойду туда. Вот этой-то любовью была проникнута в суть существа нашего Батерства. Засвидетельствует это всякий, сколько-нибудь знающий отца Амбросия. Свидетельством этого вся жизнь его. И в самом деле, ни богатство и знатность, ни какие-нибудь таланты, развлекающие суетность человека, нет. Смеренная скромная келья, убогая постель, и на ней полурасслабленный с виду старец привлекал к себе православную Русь. И знатные, и убогие, и ученые, и простецы, и духовные, и мирские, мужчины, женщины, и дети, все стекались сюда. И как часто случалось, что человек, раз приехавший, и, может быть, из простого любопытства, под обаянием святой души старца, оставался здесь навсегда, посвятив себя служению Богу. Не только слова и речи, но и самый вид, самое присутствие сильного духовного человека уже благотворно, спасительно действует на существо другого человека, врачу его недуге, возбуждая его к доброму, вызывая в нем молитвы и слезы. Надо сказать, что если мы внимательно читали житие преподобного Амросия, то мы знаем, что старец Амросия был очень больным человеком. И его старческое служение, его служение людям, это было фактически служение расслабленного инвалида, который лежал на кровати. Мало того, в монастыре он был почистен за штат. Что это означает? То, что на него уже надежды никакой не было, потому что он не мог нести никакие послушания. Он не мог служить, он не мог трудиться, какие-то послушания нести. Но опять же мы знаем, что и до его болезни, и когда он был еще послушником, старец Амросий, как духовно возрастал. Он возрастал под руководством духовно опытных людей, первым из которых был старец Макарий Оптинский. А каким образом он возрастал? Прежде всего, через общественную молитву, которая совершалась в монастыре. Второе, через совершение своего личного молитвенного правила под руководством опытного старца. Третье, через чтение духовной литературы. И не просто через чтение духовной литературы, но мы знаем, что в Оптиной пустыне в то время братья Оптиной пустыни, такая, как сказать, образованная, занималась переводами святых отцов с греческого языка на русский язык. Вот те книги, которые мы с вами читаем, «Лествица», душеполезные поучения Ава Дорофея, ответы на вопросы преподобных в Арсенофе и Иоанна, я сейчас называю, как бы, самые такие известные аскетические труды, которые являются классикой как бы аскетической литературы духовной. Эти труды как раз переводились в том числе преподобным Амвросием Оптинским вместе со старцем Макарием и целой плеядой замечательных людей, которые жили тогда в Оптиной пустыне. «И переводя святых отцов, читая их, слушая духовные беседы старца Макария, который иногда, я вспоминаю, по-моему, или отец Леонид Каверин, или отец Кримин Зидергон, вспоминали об этих переводах, когда в один кружок садился учитель, старец Макарий и его ученики, и они переводили какие-то сложные места с греческого, с церковнославянского, и была замечательная возможность спросить старца, а эти слова что означают? И как раз вот вспоминая об этих замечательных моментах, вот тот, кто вспоминает, говорил, что если была бы обычная ситуация, то старец бы отмолчался и по смирению сказал бы, ой, я человек недалекий, я вот не знаю, что там написано, но он нам, переводчикам, объяснял, толковал Слово Божие, толковал святых отцов, объяснял, разжевывал, вкладывал их мысли в наш ум и в наше сердце. И так рос преподобный Амросий Оптинский. И Господь, как мы с вами читаем в молитвах, вспоминаем, дал ему множество духовных даров, из которых любовь к ближним – это первый дар. Но самой важной и самой главной добродетелью по слову святых отцов древнего патрика является добродетель рассуждения. Вот этот добродетель, по слову преподобного Иоанна Лествичника, в совершенных людях есть светильник, который своим светом просвещает то темное, что есть в душах других людей. Поэтому, когда люди приходили к нему, то Господь по дару, который он ему дал, просвещал то темное, что есть в души человека. И он за несколько секунд прозревал душу человека. И если у человека был вопрос, то он на него отвечал. Иногда даже вопроса не было, но старец властно говорил ему свою волю. Не свою волю, а волю Божию, которую Господь вкладывал в этого немощного человека. Конечно, служение старца Амвросии и служение оптинских старцев, оно было уникальным. Оно было особенным. Оно, как бы, это вот то, что было некогда. И мы можем только с благоговением читать об этом. Можем молиться, можем насыщаться теми крупицами духовной мудрости, которые они нам наставили. Подражать невозможно. Для этого действительно, чтобы стать таким человеком, нужно пройти тот искус, который прошел преподобный Амвросий и вся та плеяда оптинских старцев, которых мы ныне прославляем в лике Собора Оптинских Старцев, память которых мы будем совершать завтра. Что остается нам немощным? Как в Евангелии написано, и псы питаются от крупиц, которые падают от трапезы господей своих. Богу молиться о том, чтобы Господь через духовных наших наставников, через прежде всего святых угодников Божиих просветил наш ум, дал нам силы и ревность к чтению Слова Божия и творениям святых отцов. Потому что, как говорил святитель Игнатий Бринчанинов, который всю свою сознательную жизнь мечтал поселиться в Оптиной пустыне и там закончить свои годы, кто в наше время не читает святых отцов, спастись не может. Почему он так говорил? Да потому что, если мы не читаем духовную литературу, мы не знаем о зов духовной жизни. Мы не можем правильно толковать Священное Писание. Мы не можем правильно истолковывать Евангелие и применять его к своей жизни. И вот в этом завет преподобного Амбросия нам с вами, дорогие Господи, братья и сестры, молитва, чтение Слова Божия, чтение святых отцов и еще раз сердечная молитва ко Господу о вразумлении всех нас в духе той любви, которой дышал преподобный Амбросий и те подвижники веры и благочестия, которых мы с вами прославляем в лике преподобных старцев оптинских. Святейший Патриарх Кирилл благословил в духе любви, как мы с вами знаем, вот прошедшие уже праздничные и воскресные дни осуществлять сбор на пострадавших во время, так сказать, боевых действий, на беженцев, на тех людей, которым хуже, чем нам с вами, дорогие мои. Есть такие люди. И как бы мы ни прятались от этой реальности, она с нами, эта реальность. И каждый из нас возносит молитвы ко Господу. Господи, умири нашу жизнь, Господи. Но есть еще люди, которым мы можем и должны помочь. Поэтому мы вот в воскресные дни сейчас осуществляем сбор такой, который вот мы отчитываемся о нем на нашей доске объявлений, сколько собрали. И по мере того, как мы эти денежки собираем, мы отправляем в наш синодальный отдел по благотворительности, которые наши с вами средства от всех московских храмов, от всех храмов Русской Православной Церкви отправляет тем людям, которым это сейчас нужно. Спасибо, Господи, за то, что вы уже приняли участие в этом добром деле. Надеюсь, что еще мы, так сказать, немножечко соберем и будем помогать, насколько это возможно. И еще будут разные инициативы. Ну а на сегодня хочется всем вам пожелать доброго, душевного и телесного здравия по молитвам святых угодников Божьих. И прежде всего, того святого, которого мы с вами сегодня чтим, воспоминаем молитвенно, преподобного Амросия, старца Оптинского и вся Россия Чуотворца. Продолжение следует...